Сегодня в Большом Театре первая оперная премьера сезона. Вечером на сцене главной сцены страны представят оперу Римского Корсакова «Сказание о невидимом городе Китежа и Деве Февронии». Композитор задумывал это произведение как своего рода завещание музыкальному миру. И не случайно оперу сравнивают с вагнеровским Парсифалем. Мистический сюжет, основанный на старинной легенде, сочетается здесь со сложнейшей партитурой. Поставил спектакль известный литовский режиссер Эймунтас Мекрошус, для которого Китеж стал уже третьей работой на сцене Большого. За подготовкой премьеры наблюдала Елена Казанцева. Эймунтас Мекрошус губит артистов. Так говорят многие в драматическом театре. Эймунтас Мекрошус ищет и находит дополнительные смыслы. Так считает в театре музыкальном. Мекрошус не читает ни так, ни так. Главное тут музыка. Есть режиссер на третьем, на четвертом месте. Это не доминирующая роль в опере, я думаю. И так и, наверное, должно быть. Певцы таким положением вещей довольны. Исполнительница партии «Фибронии» Елена Евсеева в антракте находит временное знакомство с детьми. Тимульс. Тимульс. Не забывая о том, что сейчас ей петь. Красота недельная. Красота и душа поет. Душа поет в одеждах, которые изготовила постоянный соавтор Некрошуса Надежда Гультяева. Человек очень скромный. Когда сдавала эскизы, я извинялась перед всей русской культурой, потому что я, в принципе, не вдавалась в подробности. Гультяева также не хотела входить в одну и ту же воду постановок Китежа дважды, как и сам Некрошус. Поэтому при первой постановке в итальянском городе Кальяре режиссер пообещал, что во всяком случае в декорации зрители не увидят ничего обычного. Устанавливается последняя декорация, все вымеряется линейкой. Как видите, ничего похожего на город нет. Но режиссер и не хотел, чтобы это напоминало хоть какое-то подобие города. Хотя есть все же некое подобие колоколов, цветов, куполов и даже озера. Для Некрошуса красивая русская легенда о граде Китеже, который спасся от нашествия татаро-монголов к Божьим произволениям, он просто ушел под воду, осталась легендой. Правда, не лишенной теплоты. Мне в ней больше всего дорого, потому что она такая постановка человечная. Она заставляет героям очень сопереживать. Особенного сопереживания заслуживает Феврония, готовая простить даже косвенного убийцу своего мужа, Гришпу. Не крошусь, не стремится к активизации действия. Все статично. И на этом фоне особенно выделяющимися кажутся символы и акценты, которые расставляет режиссер. Он не идет за музыкой, он ее не иллюстрирует, а в разрез идет музыке, но по смыслу, вот, смысловые точки совсем другие сдвигаются они. Вот этим он интересен. Александру Ведерникову Некрошес оказался интересен еще до постановки сказания. Магбет и Дети Розентали стали различны по стилевой амплитуде прологом перед оперой римского Корсакова. На примере этих постановок Некрошес изучал механизмы функционирования музыкального театра. Говорит, что постиг не до конца. Я не из тех режиссеров, которые стремятся к абсолюту. Мне даже какие-то ошибки и то нравятся, потому что они человеческие есть. Исправлять ошибки перед премьерой продолжает Ведерников. Оставим. Я вам завтра там... Я вам буду показывать, где надо вступать, короче. Ошибки вокалистов тихо и корректно поправляет Некрошес. И талон, и абсолют которого знает только он сам. Елена Казанцева, Дмитрий Александров, Служба информации, Телеканал Культура.